Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В аэропорту Ульяновск-Восточный обезвредили террористов. Дороги Ульяновска отремонтированы больше, чем на треть. Профессиональный праздник отметили работники легкой промышленности. В Ульяновске сдержали гражданина, находившегося в международном розыске. Решать проблемы людей и приходить первыми на помощь. 8 июня свой профессиональный праздник отметили работники социальной защиты. В этот день наградили лучших сотрудников Ульяновской области и подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства. В своей работе большинство из них руководствуется тремя качествами – добротой, состраданием и милосердием. 8 июня свой профессиональный праздник отметили работники социальной защиты населения. Благодарность получаем в свой адрес. У нас есть большая книга благодарности, которая обслуживаем. Наше тепло очень отзывается о социальных работниках. Они называют их дочками, няньками, еще как врачихами они их называют. Очень по-доброму, очень любят. За любовь и преданность к профессии наградили лучших соцработников Ульяновской области. Вручить награды и поздравить лично приехал губернатор Сергей Морозов. Ваш в высшей мере сложный труд заслуживает не только словесного признания, но и материального поощрения. Именно поэтому в этом году, по случаю профессионального праздника и по случаю ваших замечательных результатов, по случаю вашей огромной помощи к тому, чтобы мы наконец-то вошли в группу лидеров России. Я принял решение выглации премии всем, без исключения сотрудникам системы социальной защиты населения НОЖУ. Отрасль соцзащиты в регионе включает в себя порядка 40 учреждений, в которых работают свыше 6 тысяч человек. Сегодня упор сделан на создание реабилитационных центров для детей и подростков. С прошлого года уже открыто 16 центров в 14 районах. В 2019-м заработают еще 10 таких учреждений. На их оснащение предусмотрено 36 миллионов рублей. Еще одна задача – вывести статуса пилотной в ряды якорных проект «Социальная няня». Это задача, прежде всего, в рамках реализации проекта «Демография», о котором я уже сказала. Это реализация проекта «Социальная няня», который на сегодняшний день вошел в пилот федеральных площадок. И мы одни из шести регионов, которые возглавляют эту тему. Ежегодно социальные работники со всего региона участвуют в конкурсе профессионального мастерства. В этом году заявки на творческое состязание подали более 80 участников. Гюзель Натыпова в сфере соцзащиты последние 4 года. Со своим авторским проектом для пожилых людей «Волшебные палочки» она объездила почти все районы. Волшебные палочки – это обыкновенные деревянные палочки, которые смастерили мы в нашей мастерской. И проект направлен на оздоровление, на профилактику болезни суставов у пожилых людей. Итоги конкурса объявили в этот день со сцены в Парке Победы. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ. Масштабные учения прошли накануне в аэропорту Ульяновск-Восточный. В мероприятие приняло участие более 700 сотрудников различных силовых ведомств. По сценарию тактика специальных учений, группа террористов ворвалась в здание аэропорта и захватила в заложники только что прибывших пассажиров. На место оперативно прибыли полицейские, началась перестрелка. Условные преступники скрылись в одном из помещений аэропорта. Один полицейский получил серьезные ранения, один погиб. Скорая помощь находится еще на месте? А кто еще на месте? Организовать прикрытие врачей. Для участия в обезвреживании террористов было привлечено более 700 человек. Сотрудников УФСБ, ОМВД, Управления Росгвардии, МЧС, УФСИН и многих других. Использовалось 60 единиц автомобильной и специальной техники. Информация об условном преступлении была доведена до оперативного штаба, который организовал проведение контртеррористической операции. Участники отработали вопросы оцепления объекта, оказание первой медицинской помощи, проведение аварийно-спасательных работ. Кроме этого, в работе использовали роботизированную технику для дистанционного обезвреживания взрывных веществ. Традиционно учение проводится для проверки эффективности систем мер по борьбе с терроризмом. Уже на этой неделе в оперативном штабе дадут полный анализ учений. Отремонтировано больше трети дорожных ям Ульяновска. Об этом сообщают в пресс-службе города. Горячим асфальтом пройдено более 48 тысяч квадратных метров дорожного полотна, что составляет 36% от запланированного объема работ. Струйно-инъекционным способом взлатали около 8 тысяч квадратных метров. Это почти 40% от годового плана. В эти дни ремонтные бригады работают на улицах всех районов города, а также в пригородной зоне в селах Лаишевка, Аненково и Луговое. Газовые службы ежегодно в каждом населенном пункте области проводят рейды по газовой безопасности. В зоне особого внимания состояние оборудования у конечных потребителей, жителей региона. Подробности у Натальи Чумаченко. Газпром газораспределения «Ульяновск» входит в группу «Газпром Межрегионгаз». На территории региона является одной из специализированных организаций, оказывающих населению услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Такой договор – одно из условий поставки газа. Более 5000 абонентов проживают в Новоульяновске. Из них почти 2800 не пустили специалистов, чтобы проверить состояние газового оборудования и провести техобслуживание. Газовики, чтобы обеспечить безопасность, применяют комплексные меры воздействия на абонентов. Мы стараемся искать все возможные способы доведения до сведения людей, то есть используемый интернет и прессу, и очень серьезный ресурс администрации города, который тоже идет нам на встречу, значит, и помогает управляющие компании, у которых есть свой тоже график обхода, в том числе дымовентиляционных каналов, например. И мы в их график стараемся совместить со своим, ну, не стараемся, уже практически это выполнили. И сделаем как бы совместную проверку, чтобы дважды облегчить людям жизнь. Газпром газораспределения «Ульяновск» ежедневно проводит рейды по газовой безопасности, чтобы жители областного центра и сельских районов могли жить и спать спокойно. Цель комплексных проверок – проинспектировать состояние бытовых газовых приборов, проверить наличие договора о техническом обслуживании, проинформировать население о том, что вся ответственность за отказ от проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, которое, согласно новым изменениям в действующем законодательстве, должно быть ежегодным, лежит на собственниках жилья. О сроках проведения техобслуживания, которые проводятся по графику, жильцов частных и многоквартирных домов оповещают заранее объявлениями и яркими листовками. Наш сотрудник проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования раз в год, согласно постановлению 410. Проводит визуальный осмотр газового оборудования, проверку доступа, смазку, разборку кранов, проверку герметичности газопровода и газовое использующее оборудование. Проводит проверку тяги дымоходов, инвестиционных каналов, соединения дымоходов, герметичность. И также производим инструктаж потребителей по правильному пользу газового быту. В 2019 году газовики совместно с правительством области МЧС, представители муниципалитетов, провели дополнительные проверки состояния газовых приборов и счетчиков более чем у 7 тысяч потребителей. В результате абонента было выдано 723 предписания. Отключено 173 единицы неисправного газового оборудования, зафиксировано почти 9 тысяч актов о недопуске специалистов в помещение для проведения техобслуживания в ДГО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отговорки у горя жильцов при этом стандартные. Мы не собственники, дома нет никого, мы не видели объявления и другие. Но радует то, что в свете последних событий, происходящих в стране, все же большинство собственников квартир ответственно подходят к эксплуатации и содержанию газового оборудования. Светлана Генриховна ежегодно вызывает специалистов, чтобы проверить газовые приборы в квартире. Говорит, что сотрудники «Газпром» газораспределения «Ульянов» работу выполняют качественно и в срок. Это очень опасно для жизни, утечка газа, и иногда можно просто и не самим и не среагировать, и не предотвратить это. И работы газовиков я довольна, они приходят к нам каждый год. Во всяком случае, вот знакомые ребята, вот они всегда у нас бывают, быстро делают, смотрят, рекомендуют, что нужно сделать. Проверки и обход граждан стали уже системной работой. Однако, как показывает практика, нужно совершенствовать российское законодательство. Так, «Газпром» предлагает ввести требования о лицензировании деятельности сторонних организаций по техобслуживанию ВДГО и проверке состояния домовых и вентиляционных каналов. Только комплексный подход, совместные действия органов власти всех уровней, газовиков и, самое главное, потребителей газа поможет решить главную проблему – обеспечить внутридомовому газовому оборудованию постоянное профессиональное содержание и контроль. В Ульяновске правоохранителя задержали гражданина, находившегося в межгосударственном розыске. Им оказался уроженец Республики Киргизия. 34-летний мужчина пересек границу Российской Федерации и встал на миграционный учет, используя поддельные документы, находясь при этом в межгосударственном розыске по подозрению к склонению к самоубийству и хулиганских действиях на территории сопредельного государства. Мужчина был задержан правоохранителями на территории Засвияжского района города Ульяновска. Сотрудниками ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска проводятся проверочные мероприятия в порядке статей 144-145 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, на основе собранных сотрудниками ОМВД и УФСБ материалов надзорным органам проводится экстрадиционная проверка. 9 июня свой профессиональный праздник отметили работники легкой промышленности. В нашем регионе работают крупные предприятия данной отрасли. Кого-то с этой специальностью связала воля случая, а кто-то влюбился в нее еще в детстве. О молодой династии в швейном производстве расскажет Рината Алиулова. 52-летняя Ирина Ватрушкина свой профессиональный праздник каждый год отмечает как день рождения. С размахом и в кругу близких. Женщина больше 30 лет своей жизни отдала легкой промышленности. Окончив 9 классов, Ирина уже тогда, не задумываясь, решила стать швеей. Поступила в одно из ульяновских училищ, после прошла практику на текстильном предприятии. Там же осталась, но уже в качестве штатного сотрудника. Сейчас Ирина Александровна работает мастером-технологом и заведует бригадой. У меня бригада 24 человека. У каждого есть своя операция, так скажем. И каждое утро я даю задание на целый день, что нужно кроить. Сейчас у нас ассортимент. На данный момент мы кроим школьную форму. Ассортимента много. Много интересного, много новых моделей. Наша съемочная группа «Живья» призналась. Мысли все бросить и уйти у нее никогда не было. Ведь любовь к иголкам, тканям и ниткам у нее зародилась еще в детстве. У такого желания нет. Как бы с самого детства, можно сказать, со школьной скамьи я шила своими руками дома. Как бы мне это нравилось. И как бы до сих пор вот я работаю, мне нравится моя профессия. Ну это, наверное, конечно, призвание. Ну не у каждого человека, наверное, есть вот, ну, любимая профессия. Все равно ее надо любить. Если ты ее не любишь, то, мне кажется, это самое. Не получится все равно. Любовь к профессии женщина передала своей единственной дочке Наталье. Тем самым став родоначальницей династии Швеевых в семье. Раньше, когда я была маленькая, она постоянно дома шила много. Много игрушек, которые до сих пор у меня сохранились. Мне это очень было интересно и очень нравилось. Потом она меня брала с собой к себе на предприятие. Я ходила с ней на работу. И как-то потом в раскрыленном цехе освободилось место. Мне предложили сюда прийти. Я согласилась, с удовольствием до сих пор здесь работаю. Сначала девушка работала на стищице в цехе, а с появлением раскроенного комплекса перешла на должность оператора. Я наблюдаю за машиной, чтобы вырезала костюмы, брюки, юбки, весь костюм. Интересно было, когда меня здесь обучали, было интересно. Там была ручная работа, сюда здесь более интереснее. С мамой плечом к плечу они вместе трудятся уже 10 лет. На службе Наталья не позволяет себе назвать Ирину Александровну мамой. Тут она для нее начальница. Все родственные отношения не стараются оставлять дома. К тому же дома подрастает уже следующая швея – дочка Натальи. Малышка, как и ее мама, в детстве питает интерес к работе. Ну, не знаю даже. Она сама хочет. Ей нравится. Если она приходила не раз, ей очень нравится здесь. Каждый раз проще. Сегодня в Ульяновской области насчитывается порядка 10 крупных и средних предприятий легкой промышленности. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ. В продолжении темы праздников. На этот раз – Чувашский Акатуй. То, без чего немыслима чувашская культура, в минувшие выходные представили на Ульяновском ипподроме. Почетным гостем народных гуляний стал губернатор Сергей Морозов. С песнями и танцами в народных костюмах в Ульяновске отметили 29-й областной чувашский национальный праздник Акатуй. Народные гуляния развернулись на территории ипподрома. 15 национальных подворий не только со всей области, но и из соседних регионов в этот день организовали дегустацию блюд национальной кухни, а также выставку предметов декоративно-прикладного творчества и изделий народных художественных промыслов чувашских мастеров. Праздники встречаем мы всегда в народной одежде, всегда показываем на праздниках интерьер крестьянской избы, какие украшения, какие бытовые приборы, такие домашние. У нас всегда выезжаем, театрализованные представления у нас всегда на каждом празднике. Эти театрализованные представления всегда сопровождаются с национальной кухней. Но не только бытым и блюдами славится каждый народ. Не обошлось и без национальных игр. Зрители могли наблюдать за традиционной чувашской борьбой киришу, а возле каждого подворья принять участие в народных забавах. Почетным гостем Акатуй стал Сергей Морозов. На праздник губернатор пришел не один, а в компанию со своей дочкой. Встречали главу региона в лучших традициях с хлебом и солью. Вот уже 30 лет мы с вами, начиная с 1990 года, проводим замечательный праздник Акатуй. И он уже давно перерос в свои границы. Граница просто национального праздника, граница областного. Он уже давно стал межнациональным, он уже давно стал российским, он уже давно стал привлекательным и для многих иностранных организаций. Уважаемый Сергей Иванович, хочется еще раз поблагодарить вас за то, что вы моему чувашскому народу создаете равные, одинаковые условия со всеми другими народами для дальнейшего процветания, для благотворения работы. Благодарили и угощали национальными язвами высокого гостя возле каждого подворья. Для полного погружения в национальную самобытность Сергей Морозов примерил чувашский колпак. Далее глава региона проследовал чувашское подворье, где обсудил вопросы реализации в Ульяновской области проекта «Национальная деревня». Программа включает в себя строительство в регионе девяти этнических площадок. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В летней школе математики и программирования Ульяновской области дети создадут детектор лжи и виртуально сразятся в армрестлинг. Данный проект существует уже шестой год и пользуется неизменной популярностью. Обучение проходит в течение июня в две смены по две недели каждая. Здесь дети могут познакомиться с различными направлениями, связанными с информационными технологиями – робототехникой, программированием, созданием компьютерных игр. В ходе занятий школьники могут использовать 3D-принтеры, приборы виртуальной реальности, а также оборудование, предназначенное для работы в сфере неврологии. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидается теплая погода. В Ульяновске столбик термометра поднимется до отметки 28 градусов по Цельсию. Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. До завтра! Субтитры подогнал «Симон»!